Всем привет! С вами канал Дневник Системного Администратора. Сегодня я вам расскажу, как быстро создать загрузочную флешку для установки операционной системы с помощью программы Rufus, Rufus 3.6. Итак, в первую очередь, конечно же, открываем браузер, переходим, естественно, на сайт программы Rufus. И здесь у нас есть первый, как видите, сайт, опускаемся ниже, и здесь можно скачать программу Rufus. Скачиваем данную программу, первая это идет экзешная, вторая это переносная версия. У меня уже, в принципе, она скачана, она подходит для всех операционных систем. Закрываем, как видим, программа скачана на рабочем столе и запускаем ее. Нажимаем запустить. Здесь, сейчас, как видите, программа запустилась. Вставляем флешку, естественно, для записи туда образа. Как видим, флешка у нас определилась. Если на флешке у вас есть какие-то документы, естественно, лучше сохранить их, потому что все сотрется. Второе. Здесь, как видим, оставляем метод загрузки так, как и есть. Второе. Здесь можно выбрать, либо же скачать. Можно с помощью данной программы скачать операционную систему, но я и буду выбирать, потому что она у меня уже скачана. Нажимаю кнопочку выбрать. Выбираю диск, где у меня лежит, естественно, образ, например, Windows. И у меня здесь есть операционная система, которая находится, например, в ISO файле. Я выбираю. Как видим, появился метод загрузки. Как видим, у меня определилась Windows. Здесь идет дальше. Схема раздела. Например, как узнать, какая схема раздела у вас на компьютере. Открываем на моем компьютере управление. Здесь есть управление дисками. Нажимаем. И, как видим, вот у нас есть диск 0. Нажимаем на нем свойства. Переходим в третью том. И здесь есть у нас стиль раздела. Как видим, основная загрузочная запись MBR. Если здесь будет GUID, значит это GPT. Например, если вы не знаете, или не знаете, как это все дело посмотреть, новый ноутбук, то, естественно, лучше устанавливать схему раздела GPT на UEFI. Но у нас же MBR, мы будем MBR для BIOS или же Legacy. Здесь, в принципе, показать расширенные свойства диска. Здесь, в принципе, ничего такого нет. Все оставляем стандартно. Следующим этапом, конечно же, здесь метка тома. Здесь выбирайте, как хотите, название вашей флешки. И здесь, например, смотрите, если у вас образ более 4 ГБ, то, естественно, здесь файловая система должна стоять NTFS. Если же у вас образ будет меньше 3,5 ГБ, значит будет система FAT32. Вот, как видите, здесь она сама автоматически уже подобрала. Также есть показать расширенные параметры форматирования. Если с флешкой у вас все нормально, флешка не имеет никаких битых секторов, то, естественно, проверять ее не нужно и оставляйте все так, как есть. После этого нажимаете кнопочку Start и начинается установка данной системы. После этого зелененькая стрелочка дойдет до конца и, в принципе, ваша флешка будет записана. После этого вставляете флешку в ноутбук и устанавливаете вашу операционную систему. Вот, в принципе, здесь ничего сложного нет. Если вам понравилось мое видео, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Дневник системного администратора. Не ломайте свои компьютеры. Удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!